Сегодня председатель Конституционного суда Республики Беларусь Петр Петрович Миклашевич провел выездной личный прием граждан и представителей юридических лиц в Брестском городском исполнительном комитете. Жители города обращались с разными вопросами и на все смогли получить компетентные ответы. В Конституции Республики Беларусь закреплено, что человек, его права и свободы, и гарантия их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства. Органами государственной власти на всех уровнях принимаются необходимые меры для того, чтобы создать условия для реализации прав и свобод человека и гражданина. И, соответственно, сегодня я убедился, что Брестский городской исполнительный комитет принимает необходимые меры, чтобы решались социальные проблемы, вопросы граждан, и граждан по вопросам социального характера на приеме не было. Это свидетельство о том, что организована надлежащая работа с гражданами, и оперативно решаются вопросы повседневной жизнедеятельности граждан, которые проживают в прекрасном городе Бресте. Значит, второе, что хотел бы отметить, что у нас эффективно функционирует правовая система в нашей стране, поскольку в соответствии с Конституцией каждому гарантируется право на судебную защиту с целью защиты своих прав и свобод. Поэтому, когда возникают правовые проблемы, различные правовые споры, граждане в установленном запольном порядке должны обращаться в соответствующие суды. Значит, и сегодня как раз на приеме было несколько вопросов правового характера, на которые даны пояснения. Помимо этого, Петр Миклашевич напомнил о том, что с 1 октября 2023 года вступила в действие новая редакция закона о конституционном судопроизводстве, где регламентируется порядок рассмотрений обращений граждан страны непосредственно в Конституционный суд о проверке конституционности закона, примененного в конкретном деле в судах общей юрисдикции. В соответствии с обновленной конституцией гражданам нашей страны предоставлено право обращаться в Конституционный суд за защитой конституционных прав и свобод граждан в том случае, если при разрешении конкретного дела в судах общей юрисдикции применен закон, который считают они, что он нарушает их конституционные права и свободы граждан. Ну вот в настоящее время уже начали нам поступать такие обращения с выполнением тех условий допустимости, которые определены законом. 31 октября этого года мы уже составом Конституционного суда рассмотрели первое такое обращение гражданина по хозяйственному спору. Значит, и пришли к выводу, что при соблюдении всех формально юридических условий допустимости, но по существу не было соблюдено условия допустимости, поскольку мы не усмотрели, что этой нормы закона, хозяйственного процессуального закона, нарушены его конституционные права и свободы. Поэтому в возбуждении такого дела было отказано. Как отметил Петр Миклашевич, ожидается, что в ближайшее время будут продолжать поступать конституционные жалобы граждан по вышеназванным вопросам, и при наличии признаков нарушения конституционных прав будут вынесены определенные решения. Продолжение следует...